По размеру похоже на эту, но это слишком коричневая. Та была белая. Свою обидчицу Марина теперь пытается найти в интернете. Из-за такой же бабочки жалуется горожанка. Она так изменилась в лице, что чуть не осталась без родины. Во время отпуска в Египте девушка укусила странное насекомое. И у нее началась жуткая аллергия. Пока Марина летела в Екатеринбург, лицо и шея опухли так, что местные пограничники землячку не признали. И отказались выпускать ее из аэропорта. Когда прилетела, у меня уже заплыл глаз снизу и сверху. И голова была огромная, просто огромная. Было плохо, тяжело и страшно. Я не понимала. У меня просто паника была. Я хотела, чтобы все быстрее закончилось. Марине полчаса пришлось доказывать, что в паспорте она. Потом девушка вспомнила про фотоаппарат. Там были отпускные фотографии до укуса. Только тогда ей удалось пройти контроль. Уезжать из аэропорта пришлось на карете скорой помощи. У Марины диагностировали острую аллергическую реакцию. Отек к венке. Самая, как говорится, большая сложность, это если появляется именно затруднение при дыхании, при глотании. То есть возникает отек, скажем так, дыхательных путей. И тогда, конечно, может даже если не лечить, вовремя не обратиться, может наступить и смерть. Поэтому чем быстрее начинает оказываться помощь, тем лучше. В больнице девушка провела неделю. И теперь боится всех бабочек. Еще страшнее Марине от того, что она узнала. Такие кусачие насекомые водятся даже в России. Называются они совки, либо ночные мотыльки. Это обычные бабочки, которые слетаются на свет. Нашли их в Сибири у нас. Питается она кровью человека. И питается кровью буйволов, либо носорогов. Оттуда она берет именно соль, необходимую для размножения данной бабочки. Злится Марина не только на мотылька кровопийцу, но и на пограничников. Хотя, по словам юристов, она еще легко отделалась. Ведь по закону, неузнаваемых пассажиров в аэропорту могут задерживать до трех суток для установления личности. На слуху случай с гражданином Киргизии, который приехал на заработки в Москву, а потом два года не мог вернуться на родину. В том случае гражданин въехал на территорию Российской Федерации. У него было все в порядке с документами. Но за время пребывания здесь он похудел более чем на 10 килограмм. Соответственно, он стал неузнаваем. Личность не установили, а потом почему-то еще и возбудили уголовное дело. Чтобы избежать таких проблем, юристы советуют оформлять загранпаспорт с биометрическими данными. Их, в отличие от внешности, не подделать. Или хотя бы возить с собой дополнительные документы, с помощью которых человека можно опознать.